Большая антикоррупционная чистка продолжается. В Красноярском крае поймали группу лиц, которые расхищали субсидии госпрограммы. Уголовные дела возбуждены в отношении 20 жителей Красноярского края. Мошенники через фиктивные документы для улучшения жилищных условий похитили в общей сложности свыше 70 миллионов рублей. Полная цепочка причастных, в том числе и среди чиновников, раскручивается. Также был взят под стражу экс-директор АО «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия» Петр Пьянков, который фактически обворовывал пенсионеров и занимался растратой пенсионных резервов в особо крупном размере. Возможно, если бы чисткой коррупционеров в пенсионной системе занялись значительно раньше, то и не пришлось бы повышать пенсионный возраст граждан России. А вот в Новосибирске задержан начальник Центра организации дорожного движения Вячеслав Трещев, правоохранительные органы задержали его по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Трещев во время личных встреч предложил одному из предпринимателей передать ему лично взятку за общее покровительство представляемых бизнесменом компаний. Также интересно, что в рамках борьбы с оборотнями происходит ужесточение озвученных ранее наказаний. Так Мосгорсуд ужесточил приговор экс-главе Белгородского района Белгородской области Анатолию Попкову. Напомним, что ему дали 11 лет строгого режима за получение 24 миллионов рублей взяток от местного застройщика. При рассмотрении апелляционной жалобы чиновника, не признавшего вину, господину Попкову был добавлен предновогодний дополнительный штраф в 60 миллионов рублей. Мы искренне надеемся, что по итогам арестов 2022 года большинство коррумпированных пока еще действующих чиновников все же смогут одуматься и осознают, что теперь просто так проскочить, сунув несколько откатов, не получится.